К нам, когда Женя приходил, он говорил, что он рано встает, очень рано встает. И нам с Кириллом стало интересно, ты с ним тоже встаешь рано или как? Скажем так, я встаю как нормальный человек в 8-9 утра, Женя встает в 4 утра. И это на самом деле самая вообще единственная проблема у нас в отношениях, потому что у нас как бы вот это отличается, причем при условии, я могу встать в 6, но даже это недостаточно, Женя ложится в 9 часов вечера, я такая, а ой, что делать, у меня только работа началась, а нам надо уже спать, это вот единственный минус, но мне кажется, он кайфует просто по утрам, он встает в 4 часа, у него есть 5 часов личного времени, он как дед, он встает, и он отдыхает, меня не существует, всех не существует, он живет свою жизнь, мне кажется, вот это у него чисто время для него, его вот свое, я такая, и меня он будет, только тогда, когда ему уже обедать надо, он такая, Катя, встала в 9 часов утра, у меня обед, я такая, обед, нормально, обед в 9 утра. Вот он очень любит, но я его понимаю, мне как раз таки нравится, наоборот, вечернее время одной сидеть, но в чем проблема? Он сидит как бы и монтирует у себя в кабинете, и как бы иногда он записывает звук, но это как бы не слышно, но мой кабинет, то есть если его кабинет находится на одном этаже со спальней, на другой противоположной стороне, и дверь как бы все это изолирует, то мой кабинет под спальней, и то есть если я на ночь остаюсь монтировать и снимать что-то, как будто я заново живу со своими родителями, когда я боюсь, что разбужу своего деда, я клянусь, это была одна из самых главных причин, почему я съехала от родителей, потому что мне было стыдно, что я могу снимать и люблю снимать по ночам. И у меня Женя спит с 9 часов вечера, я такая, как? Ну будила хоть раз, было такое? Ну он, конечно, просыпается, но говорит, что ему это не мешает, ну мне вот это неловко, и ты такая... Нужно переносить кабинет в другое место. Ну, не хочу. Обклеивать там все шумкой. Ну да, но у нас будет скоро относительно студия, отдельное место, где снимать, поэтому это будет только... Вот, расскажи, я такое слышал, да. Да, вот Кирилл мне говорил, что он где-то эту информацию слышал, мы хотели уточнить. Да, у нас построился второй дом, сейчас вот уже делается отделка, там уже, ну, на выбирал места, где... А где, там рядом где-то? Да, на нашем участке второй дом. А, просто поменьше вы решили сделать, или такой же прям? У вас вообще большой дом? Чуть-чуть поменьше. 170, по-моему, где-то квадратов. Я про основной говорю. Ну да. Да, по-моему, где-то так. По-моему, да. У нас двухэтажный, у нас достаточно компактно все, у нас нет каких-то прям огромных пространств, но потому что в теории, когда будут дети, у нас как раз-таки есть две комнаты, киношная, и Женин кабинет, которые в процессе будут детскими. То есть, чтобы Женю как бы сначала куда-то перевезти, то есть у него должно быть свое место для работы, и поэтому как бы построили дом, где будет у него там студия, монтажная и все. Ну и у меня там будут две комнатки, где я буду это что-нибудь кроить, шить, и это прятаться от собак и детей. Мастерская типа. Да. Ну и круто на самом деле, что у вас отдельный дом для работы. Вы будете ходить на работу в соседний дом. Я думаю, Женя там будет просто жить. Женя просто живет, он из кабинета не вылазит вообще. Реально только пообедать, поужинать, все. Он постоянно загонбит. Я вот, кстати, думал об этом, у меня в какой-то момент, у меня соседний участок, он пустой, его то ли купили, то ли не купили, но когда вот он был еще не на продаже, я думал, вот было бы круто, наверное, соседний участок тоже выкупить и построить там себе офис. Да. И вот там работать, это же так удобно, просто ты взял такой и пошел, и, ну согласись, круто, когда, одно дело, когда там, да, живешь с родителями, ты ограничен в пространстве, ты как бы работаешь там, где живешь, в одной комнате. Но хорошо, когда все-таки есть физическое разделение в зависимости от области твоих, от рода твоих занятий. То есть здесь я работаю, а здесь я отдыхаю, и вот дома у меня только отдых. Да, правильно. Когда работа дома, она, конечно, ты как будто у тебя уже все смешивается, ты до конца не отдыхаешь. Это на психику очень влияет сильно, это как все равно, что постоянно себе запрещаем монтировать, что-то делать по работе и с постели. Все, у тебя ломается сразу режим сна, потому что тебя как будто запечатляет, что здесь ты работаешь. Это как стрессовая зона становится, и заснуть потом очень тяжело в той же кровати, где ты там сидел, монтировал. Поэтому свое место, конечно, должно быть хотя бы стол где-то, но это конкретно там вот уголок для работы. В нашем случае просто Женя заполонил весь гараж, который там на сколько, ну три машины может в него влезть. Весь гараж просто, это все вещи Жени для вот этих образов, это там вообще просто все такое, думаешь, класс. И влезает Женя на машину так, все. То есть это все Женя. Поэтому чтобы хоть как-то там ставить еще машину, там тоже самое мамы, нам Жене нужно было как-то вот плавно перевезти. Потому что вещи Жени, они везде. Ты иногда думаешь, кто еще как бы шмоточки любит? Я иногда себя корю за это, потом такая прихожу в гараж. А! То есть мы друг друга стоим, нормально все. Тот птичка на хвостике принесла, что часть тех вещей из секондов? Ой, большая часть. Да, да. Что у меня, что у него. Это вот мы нашли. А ты знаешь, откуда у него вещи из секондов начали? В какой момент? Как он к этому пришел? Мне кажется, когда они были, возможно, сануаром в Америке, потому что если у них не хватало какой-то одежды, я могу предположить, может быть, до этого раньше, когда он снимал обзоры. Но мне кажется, там он этим проникся очень сильно, потому что там, конечно, это одежда просто вообще... Я знаю ответ на этот вопрос. Есть услышок, да. Да, я знаю ответ на этот вопрос. Это было при мне. Мы тогда снимали шоу «Герои интернета» для канала Че. Или это оно «Перец», по-моему, еще назывался. И у нас... То есть я был ведущим, ведущим был Женя, и еще был ведущим Ваня Макаревич, сын Андрея Макаревича. И у нас были съемки недалеко от Станкалита, там, где вот этот огромный секонд на Савеловской. А, я туда очень часто езжу. Ну, там, где раньше был мега-стиль, а теперь это как он, евро-бренд или как он теперь называется. Да, так мне как раз сказала Женя, я говорю, слушай, мне нужно поехать ролик снять, мне нужен какой-нибудь секонд. Он говорит, о, Макаревич, мой хороший друг, меня посоветовали, такая... Да, и он его и посоветовал. Это было прям во время съемок, там прям было 5 минут пешком, Ваня Макаревича, он угорал по всяким секондовым шмоткам прикольным, винтажным. И он что-то начал рассказывать Женьку, и Женя такой, да, а что там можно? И они просто в перерыве между съемками сходили туда, Женя приходит с пакетами и говорит, о, вот это ты мне удоружил, вот теперь я знаю, где покупать весь реквизит для съемок. Вот кто виноват. Мне кажется, он на самом деле огромный, Женя, шапоголик, но у него все должно быть по логике, то есть по нужде. Он может покупать себе одежду, вот это все сумасшедше, классно, прикольно, она висит у него в гараже, как вот реально реквизит, он им всем пользуется. Ты туда заходишь, знаешь, смотришь, какой-нибудь там, не знаю, ветровка какая-нибудь с отражающей хренью, думаешь, блин, какая-то хайбистовская штука, думаешь, сейчас я могу использовать это в, не знаю, в каком-нибудь посте модном. А для него это вот реквизит. Он может себе только так оправдать, хотя в реальной жизни ему вообще невозможно что-либо купить из одежды. Типа вообще. Он ходит в стиле а-ля Кани Уэст, протертые вот штаны, дырки, которые выглядят как будто специальные дырки, но это не специальные дырки. Они не специальные. Я говорю, Женя, я столько могу тебе всего интересного подобрать. А он, ну ни в какую. То есть вообще, я ему, мы когда поехали в Японию тоже там, ходим в магазины, слава богу, я его затащила в парочку магазинов, где он такой. В Японии там же вообще просто рай. Да, причем мы хотели, что самое ужасное, мы заходим в магазины, а там же тоже много хайбистовских всяких штук, очень модных, ярких. И мы ходим, он говорит, ой, вот это бы Ануару пошло, ой, это тоже бы классно на Ануаре смотрела. И говорит, Куша, ты тоже можешь это все носить. Ануар там типа дикий фанат был на тот момент, кроссовок всего вот этого, действительно очень сильно это все идет. Я говорю, а в чем проблема? Попробуй. Го! Он такой, да нет, я буду выглядеть смешно. Я говорю, Женя, попробуй, ну может быть хоть что-нибудь. Нет, вообще это проблема, только секонды. Вот это вот он любит. И ты думаешь, ну ведь ты можешь все эти секондовские вещи в реальной жизни носить. Он нет, он носит там пару шортов домашних, там футболков, все. То, что я ему смогла урвать в эти поездки и купить, оно висит, вот эти хорошие красивые рубашки черные. На выход, на выход. Да, он их боится выносить. Он говорит, я зацепку сделаю. Говорит, да похрен, новый купим, да это даже будет зацепку, уберем. А ты, когда ты с ним на эту тему разговаривала, чем он это мотивирует? Есть какое-то объяснение тому, что он не хочет? Потому что к нам он приехал до Total Black, просто весь в черном. Ну это стайл. То есть у Женька свой стиль есть, вот. Ему кажется, ему комфортно. У него есть этот образ, ну как из одежды, которую он всегда... И никогда не ошибешься. То есть я залезла как-то у него в джинсы посмотреть, такая, Женё, вот это вообще не надо. Убери. Он говорит, да, я со школы ношу. Это, конечно, похвально. Ты можешь их не выкидывать и носить. Все хорошо. Ну просто давай выберем какую-то тебе хотя бы базу, ну классику. То есть вот с этим у него... Ну, во-первых, да, я понимаю, я когда ему покупаю некоторую одежду, потому что у него достаточно широкая спина, достаточно он при этом стройный. И ты вроде покупаешь что-то, оно не садится. Поэтому надо человека брать, везти куда-то и мерить. А я сама ненавижу мерить. Вот ненавижу. Особенно штаны, да? Ой, фу. Как ты в секундах тогда справляешься? Там же сто пудово все нужно вообще. Ну вот штаны я в секундах никогда не мерю. Максимум — это вот какие-то кофты, платья. Все. И обычно... Ну я смотрю на размеры, что они пишут, я прикладываю к себе и понимаю, что если это бы слишком... Ну большевато чуть-чуть, нормально. Чуть-чуть маловато, ну может быть, когда-нибудь похудею там. Или не возьму. Вот поэтому... Но вот он не любит. Ему комфортно, ему не нравится. Я думаю, что ему в целом не очень нравится выделяться. То есть вот эта вся история. Не нравится заморачиваться. У него вот есть то, что работает, и все. Ему это вообще в целом неинтересно. Хотя вот классные шмотки он находит очень легко. И образы. Мне кажется, он делает, потому что образы... У него туда сублимируются, я так понимаю. Да, у меня раньше тоже так было. Когда я делала скетчи, я прям, я просто свою душу в это вкладывала. Каждого персонажа, да? Да, и в обычной жизни я любила просто футболку и джинсы. А сейчас, наоборот, так как нет скетчей, хотя вот сейчас появился ТикТок, где можно это все показывать. Да, вот он так. Он перевоплощается, ему это хватает, ему не надо париться. Поэтому, наверное, так, да, это работает. У меня вот... Ты сейчас сказала, выделяться не хочет. Я вот по школе вспоминаю моменты, в школе была такая история, что наш класс единственный, кто ходил в форме, ну, она была не у всех одинаковая, просто был регламент, костюм, там, пиджачок, рубашка, все такое, нас все чмырили за это. И я помню, в какой-то год мне родители купили такого, знаешь, болотного цвета костюм. Прикольный, мне он так нравился. И еще купили солнечные очки с желтыми линзами. Спортивные, да? Ну, такие типа спортивные. Но мне очень они нравились. Я пришел на 1 сентября, такой стою, думаю. Вот это стайл. Вот. И там типок один из параллельного класса говорит, что ты очки нацепил? Ну, что-то начал до меня докапываться. Я такой, блин. А вот сейчас мне нравится то, что я могу подбирать себе образы, наряды. И иногда, знаешь, просто даже не выглядеть, как человек из обычной жизни. Выглядит, какой-то персонаж из фильма, например. Знаешь, вот у меня тут, я сегодня в куртке как раз-таки из секонда. Как она? Шавиньон? Французские старые кожаные, типа, они прославились за счет того, что они там, знаешь, утки на спине. Может, ты видела, типа, они делали эти лэттермэн-кутки. И она такая кожаная, очень тяжелая, и по форме как бомбер, но только она кожаная. И я такой надеваю ее, у меня вот эти камуфляжные штаны, и я такой, типа, какой-то чувак из боевика, знаешь, вот идешь так, вот так себя ощущаешь. А иногда идешь такой, а, да я как рэпер, короче, сейчас. Да, вот это самое классное. Мне вот это вот очень понравилось в Америке особенно, когда идешь, и там вот реально люди, как будто персонажи из кино. Не все как-то там одинаково одеты, примерно там все серые, синие, черные, вот как-то так, чтобы не уделяться. Ну, это, мне кажется, наверное, в Нью-Йорке, потому что в том же самом, там, то, что рядом с Лос-Анджелесом, все, они в основном все очень просто одеты. Джинсы, майка, шлепки. Да. Вот, и, ну, а в Японии какие все расписные? Нет, это тебе нужно, наверное, ехать только в самые крутые райончики. Так-то они... Только не знаю, что детишки, как у них классно. Ну, вот я про детишек, наверное, я просто, может, на них больше внимания. Формочка у них классная. Ну, вот мы только в Токио, наверное, вот где там... На Гинзе в основном там все туристы, то есть там дорогие всякие ботики, гучи-фигучи. Там можно заспотить каких-то блогеров, ну, и, наверное, на, господи, Хараджуку, но там что-то вообще с субкультурой все тяжко стало. Я думаю, что все в основном снимают ролики дома, а на улицу, ну, не выходят, потому что... Блин. Блин, ну вот там же на Хараджуку там вообще... Там все это, и Андеркавер, и Суприм, и все эти чуваки, которые там смотришь. Там было это все раньше. Сейчас это чуть ли не один раз в неделю а-ля в субботу случается днем, и то, как как бы выходят три человечка, и все. У них даже самый, господи, Мекку вот этого всего неформального, у них там есть монстр-кафе, этот знаменитый со всякими каруселями, все, в этом году его закрыли. Я такая, ёптой мать, как хорошо, что я успела. Мы туда пытались попасть. На протяжении нескольких лет, как я приезжала в Японию, пыталась попадать, и никак не складывалась. В одну поездку у нас прям была конкретная цель в пресс-поездке. Так мы туда ходили три или четыре раза каждый день. Мы не могли попасть. И все-таки мы попали. Я там все засняла, я немножко разочаровалась, но я поставила для себя огромную галочку, что я побыла в этот монстр-кафе, особенно при слове, что все там и Мари в свое время с ума сходили про Японию, про эти стили, это вообще там хеллоу-кит, и все. И вот это просто, вот это вот одно место кафе, вот это сумасшедшее, оно просто было, и ты в этом году услышишь новость, что его закрывают. Успела. То есть настолько вот. И мне кажется, да, все просто дома переодеваются, все играются в это, все живут этой жизнью. Сейчас есть, благо, интернет, где ты можешь это все проецировать. В реальной жизни это слишком много давления. Внимание вот это дополнительно, иногда его хочется, иногда вообще не хочется. Хочется реально быть просто вот. Я вот в Японии, на самом деле, ты говоришь так, а я что-то, может быть, я просто больше на это внимание заострял, но я видел очень много девочек в метро, которые выглядели как персонажи аниме. Тебе повезло, это может быть какой-то фест был, потому что я в основном видела девочек просто всех ухоженных. В разных городах. В оплатицах. Блин, тебе повезло, прям реально. И, ну и естественно, мне повезло, мы поехали потусоваться, просто посмотреть, какая у них ночная жизнь. Вот там было. Вот это я не видела. Там было просто, там и всякие куртки, они там как будто, знаешь, из фильмов про стрит-рейсинг, вот такие, знаешь, типа фук, снэп-он. Или киберплан Акира какая-нибудь, да. Разных, не знаю, может быть, опять же, у меня взгляд такой, я цепляюсь за необычное, и как будто бы на этом концентрируюсь, и мне кажется, что все такое необычное. Не знаю, согласен, иногда хочется по-простому выскочить, но это тоже, знаешь, одежда, это по настроению на самом деле. Как ты сегодня себя чувствуешь? Как ты хочешь сегодня выглядеть? Ты хочешь сегодня такой, типа, чтобы все думали, что ты какой-то охреневший пафосный говнюк? Загадочный. Да, загадочный. Кто ты сегодня? У меня есть плащ такой, длинный, кожаный, вот тоже, вот иногда люблю выйти такой, знаешь, как будто как панишер просто идешь такой. Да, я себя в своем так же чувствую. Да, да, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok